Слава Украине, Героям Слава, приветствуем от Полонского. Смотрите, ребята, сегодня ночью Путин, видимо, решил отомстить Украине за позорное бегство его фашистов с острова Змеиной. Напомню, что вчера они без штанов убегали, побросали штаны, сапоги, портянки и бежали в одном споднем с острова Змеиной. Некоторые пытались вплавь, некоторые пытались на вертолете, вертолет не долетел. Короче говоря, они вчера драпали с позором и с доброй волей, по доброй воле, как они там сказали, со словом доброй волей или что-то типа этого. И с большим желанием, да, убегали, удирали. Но дело в том, что у Путина и у его фашистской банды всегда есть такая особенность. После очередного поражения на фронте они начинают стрелять по-гражданским. Что они и сделали на этот раз. И путлеровцы обстреляли Одесскую область, город Белгород-Днестровский. И там, недалеко от этого города, они попали в базу отдыха и в девятиэтажку. Обычные гражданские объекты. То есть там нету ничего военного от слова вообще. Стреляли ракетами. Разбита полностью девятиэтажка. В час ночи. Причем, учтите, еще один момент. Они хотели в тот момент, когда все люди спали, чтобы жертв было побольше. То есть это абсолютно та же система, когда они убивали людей в Краматорске. Помните, они туда точкой устрельнули. Когда они убивали людей в Кременчуге. Когда они в разгар закупок после рабочего дня пульнули по торговому центру. И то же самое они сделали в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Когда в час ночи, когда все дома, когда все жители находятся у себя. Они пульнули две ракеты. Одну по базе отдыха. Там были беженцы, по всей видимости. Потому что кто еще может жить на базе отдыха. Другую по обычной жилой девятиэтажке. Итак, 17 людей погибло. Среди них есть дети. Там на базе отдыха ребенок погиб. Сколько раненых в настоящий момент пока что сказать сложно. Это десятки людей. Значит, смотрите. По погибшим в результате удара расистов погибло в общей сложности 17. 14 из них в жилом доме. Это обычные семьи, которые жили в своих квартирах. Три на территории санатория. В настоящий момент с травмами, либо же ранениями. 30 человек находятся в госпиталях, в больницах. Среди этих 30 человек четверо детей. Это очередное преступление российских фашистов. Так называемых расистов. Которые по масштабам своей деятельности давно уже переплю. Мы их уже даже не прекратили сравнивать с немецкими фашистами. Потому что они хуже. Еще я тысячу раз говорил, что у немцев было два сорта войска. Одни это эсэсовцы, которые занимались так называемой этнической чисткой. Вторые это вермахт, которые в основном воевали. Но особой жестокостью отличались именно эсэсовцы. На так называемой России нет этого отделения. Там все эсэсовцы. Там нету не эсэсовцев. И они по своим злодеяниям, по своим масштабам злодеяний, которые они творят, они давным-давно переплюнули духовного прародителя Путина, бесноватого Адольфа Гитлера. То есть они развили и расширили учения Гитлера полностью. Превзойдя его, если можно так выразиться, достижения. И вот сегодняшний акт геноцида украинского народа, совершенный в Одесской области, лишнее тому подтверждение, думаю, конечно, международное сообщество даст сегодня оценку этому преступлению расшистов. Ну а нам что? Нам нужно больше оружия, чтобы мы эти преступления расшизму предотвращали. И чтобы мы вышвырнули их к чертовой матери с нашей земли. Слава Украине!